Штодённый прирост просягнул тысячу человек. Колькость людей, яким диагностуют COVID-19, в Беларуси растет. До повеличения потоку пациентов готовы медустановы, поликлиники и стационары. По показаниях, хворым робят компьютерную томографию лёгких для выключения вирусной пневмонии. По коль медики выявляют у основным лёгкие и умеренные формы, тяжких – одинки. Аптым, кому показано проведение КТ, и этим можно зарабить его по уластным жаданне, глядеться у интервью с урачом рентгенодделения областной туберкулёзной клиничной больницы Дмитрием Ткачом. Кому показана компьютерная томография? Потому что, как мы видели во время первой волны коронавирусной инфекции, все люди, которые подозревали сами, наверное, у себя коронавирус, хотели проверить это и сделать во что бы то ни стало КТ. Компьютерная томография лёгких показана пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию, либо у которых уже подтверждена коронавирусная инфекция для исключения пневмонии. И вот опять же вопрос, который возникал часто весной, наверное, и летом, люди хотели сами платно где-нибудь сделать КТ, но ведь без направления врача это сделать невозможно. Без направления нельзя, потому что врач – это первичное звено, он оценивает, насколько целесообразно в данный момент проводить, потому что есть ранние стадии заболевания, которые мы на КТ не можем описать. То есть мы видим норму, а у человека через, скажем так, 1-2 дня появляются изменения в лёгких. Поэтому лечащий врач всё-таки оценивает целесообразность выполнения. Именно в данный момент, может быть, нужно чуть-чуть позже. Но ведь кроме того, что целесообразно или нет, компьютерная томография – это же нагрузка и на организм серьёзная, правильно? Да, поэтому есть более низкодозовые методы – это рентгенография лёгких, либо пульмоскан. И многие недооценивают этот метод и ошибочно считают, что там невозможно выявить вирусную пневмонию. Но есть, конечно, варианты, что невозможно. Но если уже умеренной или средней степени тяжести, то и на снимках видно. Можно ли коронавирус методом исследования компьютерной томографии спутать с какой-то другой патологией болезни? Коронавирусная инфекция у нас на КТ имеет специфические проявления. Это матовое стекло, симптом матового стекла, который у всех уже на слуху. Это участки консолидации и ретикулярные изменения, которые в совокупности, в разной степени выраженности, и преимущественно в сублевральных отделах. И мы оцениваем эти изменения и выставляем вероятность. Насколько вероятна коронавирусная инфекция, пневмония в данном конкретном случае. Диагностика насколько сложная? Всё-таки инфекция новая для вас. Насколько сложно понять? Ну, опыт мы уже нарабатываем. И с большей долей вероятности мы можем констатировать, что это именно коронавирус. Но всё равно КТ только в совокупности со всеми остальными методами. И ПЦР, диагностика, и общий анализ крови, и другие. И в совокупности мы с большой вероятностью выставляем данное заключение. Бывали ли у вас случаи, когда люди уже вам советовали, как нужно себя лечить, и говорили, что вы делаете что-то не так, назначите им это или это обследование? Ну, я как врач-диагност не занимаюсь лечением, и нам такие советы не давали. Но люди на самом деле самообразовываются, есть интернет, изучают. Вот всем мне сейчас на слуху симптом уплотнения лёгочной ткани по типу матового стекла. И доходит до того, что человек после исследования, не успев встать со стола, уже спрашивает, есть у меня стёкла или нету. Ну, то есть, вот до такого. Спасибо вам большое за интервью и будьте здоровы. И вам спасибо. И не болейте, берегите себя.